Уважаемые участники конференции, к вашему вниманию предлагается доклад, краткое содержание доклада нашего известного эпосовета, монгольского монголовета, профессора Бандин Даманчеву. Профессор Даманчеву неоднократно бывал у нас в республике, неоднократно принимал участие в наших конференциях, и мы все его знаем как известного исследователя Эпосы Ганды и вообще фактора Айрата. В данном случае его доклад посвящен рукописи Айратского ГСР, она так и называется «Рукописи Айратского ГСР в архивах России и Европы», и далее дается такой подзаголовок «История собирания, исследования и публикация текста». Надо сказать, что в преамбуре он пишет Эпос ГСР в виде устных и письменных сводов, известных на огромной территории, от Тибета и Монголия, до ивы на Сибири и Нижней Волги. И по предположению исследователей, Монгольская ГСР сформировалась у древних монголизочных племен Кукунура на основе устной тибетской версии памятника. Но и ГСР – это не только герои Эпоса, с его образом связаны мифологические, религиозные, фольклорные и литературные традиции. И данная статья, как пишет профессор Дам Минджал, посвящена истории публикации и хранению рукописных текстов ГСР на ясном письме в России и Европе, а также истории записи и публикации устных версий сказаний. Надо сказать, что огромную работу проделал профессор Дам Минджал. Здесь в основном приводятся данные, которые хорошо известны исследовательным ГСР. Ну, во всяком случае, в чем основной аспект вот этой статьи. Если ГСР, как устный ГСР, давно стал предметом исследовании, в Синдзиане последние годы записано огромное количество писем ГСР, очень много легенд, преданий устных, и они всегда находятся в центре внимания исследователей, то вот сам письменный ГСР, и в этой части именно айранский ГСР, хотя и существует, как бы бытует мнение, что в основном айранский ГСР, тот ГСР, который существует на ясном письме, он является переловением пекинского ксилографического издания, и, тем не менее, есть самобытные песни, которые не вошли или не сходятся с известными источниками на худом печек тексту. И Дам Минджал вообще приводит практически по всем известным каталогам, и, кроме того, ему удалось и в архивах Западной Европы обнаружить некоторые песни. Та глава, которая находится у нас в институте хранится в архиве, тоже ему известна, и, больше того, он собрал все наши калминские и опубликованные тексты, касающиеся ГСР, и вот это особенно, то, что называется народная устная традиция, джур, мусхаджур, связанная с ГСР. Очень много материала было им собрано, и, насколько я знаю, подготовлена к ней, и она выйдет буквально на будущий год. Огромный том, где есть тот страниц, только текстовое исследование именно только калминского ГСР. Один из главных вопросов, который поднимает профессор Дам Минджал в своем докладе, он приводит все данные о находении рукописных текстов ГСР, именно памятник, письменный памятник в Санкт-Петербурге, в Заркаде Европе. Те, которые находятся в Синьцзане, обнаружены совсем недавно, вы знаете, что недавно, два года назад, в Китае закончилась 50-томная публикация письменных памятников на Ясном Письме, и там опубликовано несколько писем ГСР, именно рукописного ГСР. Есть еще часть, известно несколько списков ГСР, которые не опубликованы, и не вошли эти тома, но они находятся в личных коллекциях. И вот Дам Минджалбаху удалось их увидеть, посмотреть, и он встает вопрос о таком новом аспекте исследования Дангара, как письменного источника, сравнительный анализ письменных и устных. В связи с этим, как бы, подготовительная работа им проводится, он дает каталонизацию. В этой статье практически есть каталонизация всех известных на сегодня письменных вариантов ГСР. И дальнейшая работа, как предполагается, она начнет именно с публикового... Дам Минджалбаху пишет, что необходимо просто, во-первых, публиковать фоксимили всех этих своих известных текстов на Ясном Письме, и дальше уже приступать к анализу, к исследованию письменного ГСР. Так что я отсылаю всех, кому будет интересно, а я думаю, что это советую будет очень интересно, познакомиться с работой Дам Минджалбаху. Она написана, кстати, тем более, она написана на Ясном Письме, на Тодобичек, и будет опубликована материал в конференции, так что вам удастся с ней познакомиться, и очень многое почерпить. Я думаю, что те вопросы, которые поднимает известный наш профессор Маргаловед Данамчал, она действительно актуальна, и необходимо реализовывать именно вот это исследование письменного ГСР. Спасибо.